Однажды в детстве мы с ребятами бежали, не помню куда, довольно долго, потом остановились передохнуть. Когда решили бежать дальше, я сказал, давайте прибавим темп, нужно догнать упущенное время. Это вот ваши слова. Вы помните? Помню, потому что я недавно вспоминал это. Вы таким мудрым человеком были в детстве уже? Вы знаете, есть вещи, которые запоминаются. Вот это одна из тех вещей, которые я запомнил. Давайте прибавим темп, нужно догнать упущенное время. Потому что мы остановились, чтобы отдохнуть. Но у нас была какая-то определенная задача. Нам надо было там где-то быть в определенное время. Я сказал, догнать упущенное время. Но я считал, что это упустили время. Когда сидели и не бежали. Ну, может быть, вы и детский какой-то был окрас всего. Но сейчас-то это, знаете, так воспринимается философски. Вот нужно догнать упущенное время. У вас сегодня нет желания такого ощущения? Вот что-то там где-то в прошлом потеряно. И сегодня обязательно нужно догнать вот это вот. Вы знаете, что касается прошлого, я бы ничего не прибавлял, не убавлял. Как было, так и должно было быть. Потому что с годами я стал фаталистом. Я считаю, что вот все будет именно так, как запланировала жизнь или судьба. Так вот, с каждым годом, мне кажется, у меня ощущение возникает как раз нехватки времени. Если я думал раньше, я вот, ну, как бы оттанцую, перестану танцевать, займусь педагогической деятельностью или балетмейстерской деятельностью, будет все довольно спокойно. Потому что нужно время на размышления, нужно время для того, чтобы создавать балет или создавать что-то. Нужно для этого время спокойное. Так вот этого времени как раз и не хватает. Сейчас просто такой темп, получаются какие-то гонки, бесконечные гонки, из которых нельзя, в которых нельзя остановиться, потому что сразу выбываешь. Вот там уже не догонишь упущенное время. Или же надо бежать и исключать какие-то нюансы, детали и, может быть, даже какие-то другие дела. Здравствуйте. В эфире программа «Разговор». Меня зовут Александр Мягченков. Ну, а герой нашей сегодняшней программы – народный артист Советского Союза, балетмейстер, хореограф, режиссер, педагог Вячеслав Гордеев. Здравствуйте. Здесь звучат бурные аплодисменты, потому что, знаете, вот про вас пишут «Вы наше все». Вы достояние республики. Вы знаете, что вы достояние республики? Ну, если пишут, я рад. Ну, вот на телевидении была такая передача. По-моему, она идет еще «Достояние республики». Песня, да. Вы «Достояние России». Вас приглашали в эту передачу? Ну, я не пою и песни не пишу, поэтому там узко специально… А, там только петь надо. Значит, те, кто поет «Достояние республики», а те, кто танцует… Нет, ну, может быть, это будет другой передач. Ну, давайте обо всем более подробно. Семья Вячеслава Гордеева была далека от балета. Отец работал в конструкторском бюро, мама была инженером. Но уникальные способности гуттаперчевого мальчика заметили еще в детстве в хореографической студии в Тушино. Было такое дело? Было. Было. В училище при Большом театре… Вернее, в училище при Большом театре Вячеслава приняли при конкурсе… Неужели был такой конкурс? Было. 600 человек на… 600 человек! Вы представьте эту толпу! А взяли двоих, да. И взяли из этих 600 только двоих. В 20 лет Вячеслав уже танцевал на сцене Большого театра. Триумфальное шествие по миру длилось 30,30 лет. Но и после ухода со сцены Вячеслав Михайлович нашел себя. Создал собственный театр «Русский балет». Значит, вы и не уходили, получается, со сцены. И занялись… Это политика, наверное, депутатской работой. Депутаты – это политики. Ну, бывают разные повороты. Вы – артист, хореограф и, вот я там забыл сказать через запятую, политик еще. Ну, политик я был, скажем так. Почему? Хотя я думаю, что каждый из нас, он немножко в душе политик. Потому что мы думаем о том, что нас ждет завтра. Какой жизнь наша будет завтра. И поэтому все немножко участвуем в политической жизни страны, а может быть и всего мира. Ну, это философия. Вы сейчас философствуете. А вот те люди, которым вы реально что-то сделали, как… Ну, как правильно это сказать? Я был депутатом. Депутат Думы под… Московской областной Думы. Есть же конкретные люди, которым вы помогли. Вы для них что-то сделали. Есть такие люди? Есть. Значит, вот они думают, как Гордеев теперь не депутат. Многие с сожалением это воспринимают. Кто нам теперь поможет? Думают. Следующий депутат. Следующий депутат. Но я скажу, что я не жалею ни минуты, что я был пять лет депутатом. Я очень многом научился. Я считаю, что это тот опыт, который мне необходим вообще в жизни. И самое главное – это ощущение выполненного долга. Когда я был депутатом, я считаю, и это было, ну, как бы, и написано, и сказано, очень многое сделать для того района, который я курировал. Это был район, Сергеево-Посадский район. И я практически курировал культуру. Ну, это моя основная задача была. Туризм, молодежная политика. Но, естественно, нет. Естественно, занимался всем. Почему? И ЖКХ занимался. То есть это депутатская работа, она многообразная. Это не только… Но основное, конечно, и там, где меня вспоминают, и, наверное, я надеюсь, и буду долго вспоминать, это как раз культура. Но культурой я занимался по всей Московской области. И поэтому, ну, я не знаю, мне кажется, что и мне это много дало, и я самое главное – все, что смог, я дал тем людям, с которыми работал. Ну, и слава богу. А вот скажите, вот как творческому человеку вам вот эти пять лет дали что-то, помогли в вашей творческой работе, как руководителю театра «Русский балет»? Ну, на время работы в Думе я ушел из театра «Русский балет». Я назначил, был другой художественный руководитель. Но сейчас-то вы вернулись? Да, вернулся. Вам это вот сегодня помогло, то, что вы были депутатом? Или вы говорите, потраченные пять лет? Да, конечно, я помог конкретным людям, что вот за эти пять лет мы могли бы столько наворотить. Вы знаете, для творчества это потерянное время. Потерянное? Да. Вот. К сожалению, знаете, как у нас, может быть, не важно количество денег, а количество связей, вот сейчас говорят. Вот за эти пять лет, к сожалению, те люди, которые работали со мной, которые могли бы помочь, вот сейчас, когда я ушел из депутатской работы и занимаюсь театром «Русский балет», могли бы помочь русскому балету, вот этого, к сожалению, не произошло. Потому что сейчас поменяли всех людей. Сейчас новые люди пришли в политику, новые люди пришли в область. И в связи с этим никаких знакомых практически, которые знали меня, как человека, ну, правильного, скажем так, человека, который делал для области очень много, их уже нет. Вячеславович, а вот поясните, пожалуйста, вот что такое, ну, понятно, мы понимаем, что такое связи, да? И теперь вот пришли новые люди, это новый депутатский корпус, да, Подмосковья, новое правительство, и, значит... Новый губернатор. Новый губернатор, прежде всего, и, значит, никакой связи с вашим театром. А у вас он называется... Нет, почему? Как правильно называется? Губернский, да? Нет, нет, не дай бог. А как? Губернский театр у нас сейчас находится, формируется в стадии формирования. А я занимаюсь театром Московский областной государственный театр «Русский балет». А, все-таки это областной театр. Значит, он к губернии к нашей московской относится, да? И у вас есть ваше помещение, да, стационар. Вы знаете, я до последнего времени считал, что это наше помещение, и как бы так будет всю жизнь, потому что мы... Это на Волгоградском проспекте. На Волгоградке, да, это дом искусств, областной дом искусств, где мы, в общем, прописались, когда его только открыли. Построили, открыли, и мы даже в свое время устраивали субботники для того, чтобы расчистить помещение, делали себе залы. То есть там было большое декорационное помещение, которое мы разделили на две части, сделали два зала. Ну, в общем, приложили руку к этому. И душу, и, как говорят, все свои положительные качества. Поэтому там в залах очень хорошая аура, уже 20 лет мы в этом здании. Но сейчас в связи, наверное, с реорганизацией, может быть, нас оттуда и попросят. Так что, к сожалению, вот жизнь, она все время выставляет... Вы знаете, у меня очень интересная жизнь. Можно на секундочку сказать? Да, конечно. Вы знаете, по школе. Вот раньше экзамены были в третьем классе, потом там в пятом, в седьмом, и потом была десятилетка, да? Вот были. Вот я практически... Были экспериментальные экзамены в третьем классе, я их сдал, потом это отменили. Потом, значит, в четвертом классе опять заставили сдавать экзамены. Я сдал, на следующий год их отменили как не нужно. Потом в пятом классе я каждый год сдавал экзамены, пока не попал в хореографическое училище. Потом объявили одиннадцатилетку. В общем, понимаете, и опять я сдавал и в десятом, и в одиннадцатилетку. В общем, и так и по жизни у меня получается. Подождите, о чем... Вы знаете, вот вроде бы отрегулировали жизнь. Вдруг раз, опять... О чем это говорит? Вот это очень интересная вещь, то, что вы сказали. Складывается такое ощущение, что вы неудачник получаете как-то. А может быть и наоборот. Вы знаете, если человек... Вот, ну, посмотрите на меня, мне 65 лет. Значит, да, да, юбилей-то был, 65 лет. Пусть наши зрители вот сейчас вас показывают. Посмотрите в камеру. А вы знаете... Ну, кто же поверит этому, Вячеславу Михайловичу? Вы знаете, как интересно. Вот смотрите. Когда человек... Доказано, кстати. Как только человек уходит с работы. Это, кстати, доказали американские сейчас ученые. Они вот, я вчера в машине услышал... Он начинает молодеть. Нет. Он уходит на пенсию в течение, если он не работает даже два года, он сразу приходит, ну, просто в ужасное состояние, разваливается на ходу. Ну, это можно физиологически, да. Наверное, да. Жизнь мне... Вот эти вот препятствия как раз и делает для того, чтобы я не смог, ну, как бы, сойти... Значит, я понял, как это сформулировать. Да, уйти на пенсию. То есть вы удачник, но которому все время нужны какие-то препятствия, преодоление какое-то. Нет, они мне не нужны, но мне их выставляет жизнь. А, жизнь. И вы их преодолеваете. Ну, приходится. Ну, вы состоявшийся человек, народный артист СССР, да? У нас уже не так много в России осталось народных артистов СССР. Да их раньше было не так много. Вы солист вообще первого театра в Советском Союзе и в России. Вы были руководителем какое-то время в этом театре. Кстати, первым руководителем, который получил в таком возрасте коллектив. И не просто коллектив, который кто-то создал... А в каком возрасте? Сколько лет? Мне было 42 года. То есть в 42 года вы уже руководили в Большом театре? Нет, не в Большом театре. Сначала я руководил театром «Русский балет», которым сейчас я руковожу. А потом, это было у меня уже 54 года, я пришел в Большой театр для того, чтобы руководить балетной труппой. Был художественным руководителем балетной. То есть до Большого театра еще 20 лет вы руководили русским балетом? Во время работы в Большом театре... Параллельно. Действующий, да. Вот я и говорю, что это, в общем-то, впервые в наше время. То есть я и танцевал, и с 84 года руководил сначала ансамблем, а потом театром «Русский балет». Тогда возникает вопрос, почему же работая в Московской областной думе, вы не продолжали руководить? То есть вы руководили, но формально как бы. А вы знаете, существует просто для чиновников такого ранга, существует ограничение. Нельзя. Нельзя. Это запрет. Вот можно заниматься творческой деятельностью. Ну, я-то знаю, вы все равно руководили, никому не говорили. Творческой деятельностью можно заниматься на благотворительной основе. Но вот так финансово не... То есть если вы спектакль поставили, вы уже не имели права подписать, что постановка Рябовна Гордеева. Нет, имел спектакль, имел право, бесплатно поставить спектакль, имел право. Ах, бесплатно. Опять все бесплатно. в нашей стране. Скажите, вот какое самое значительное событие последнего времени было в вашей жизни? Можете припомнить такое? Вы знаете, если говорить серьезно, то последнее событие в моей жизни было наверное 11 лет назад, когда я поставил спектакль «Золушку». Когда на это Борис Силович Громов дал денег, и я поставил спектакль «Золушку». И это было событием не только моей личной жизни, но, как я думаю, и в балетном мире тоже было определенное событие. После этого было событие, когда нам дали деньги на спектакль «Чаполино». Я просто хотел иметь детский спектакль в репертуаре «Театр русский балет». И вот это событие. А все остальное — это мои личные события. Дни рождения, юбилей. Вы знаете, это разного ранга события в жизни. Я считаю, что событие главное — это когда ты что-то создаешь. И на последнем своем юбилее, понимая, что никто мне денег не даст, и никто уже на балет так не смотрит, как раньше, при Советском Союзе даже в начале становления России в этот период, я сделал, как раньше, когда я только начинал руководить ансамблем классический балет в Подмосковье. Я делал все на свои деньги. Я сделал также сейчас творческий вечер, юбилейный свой концерт на то, что я имею. Так вот, какой-то, получается, закольцевалась жизнь. Вы знаете, вот я начинал, я с чем я начинал, к тому я и пришел, получается. Вот сейчас это общая тенденция и в Москве, и вообще в России, что сейчас как бы стараются от классического балета губернии, или же какие-то организации, или комитеты по культуре, ну, как бы вот отойти, потому что это дорогое удовольствие. А вот они считают, что если будет балет, им не важно какой, они не знают. Ведь часто у нас культуры, особенно балетом, направлением балет в министерстве, руководят люди, которые вообще ничего не понимают ни в культуре, ни в балете. И вот это трагедия нашего времени. Ну, эта история-то знакома, это типичная, скажем так, история. Ну, может быть, она и типичная, Но сейчас это прогрессирует. Вы знаете, у нас и в Москве сейчас закрыли балетные классические театры, я не буду просто говорить. И как бы вот все тяжело сейчас. А вот скажите, статус вашего театра, русский балет, да? Да. Какой статус? Вы государственный театр? Государственный, но мы относимся к области. Областной театр, как можно написать. Областной театр. То есть, при губернаторе. Ну, хорошо, но если... Слушайте, это уникальный театр. У Московской области есть свой балет. Ну, это вы так говорите. Русский балет. Понимаете, это вы так говорите. Нет, я зритель, я вот так размышляю, думаю, это же уникальное явление. Живу я где-нибудь в городе, ну, я не знаю, Воскресенский, Егорьевский, Нарафаминский, и вдруг к нам приезжает русский балет с самим Вячеславом Гордеевым. Ну, молодежь, может быть, еще задаст вопрос, а кто такой Гордеев? Тогда мы, люди пожилого возраста, расскажем, кто такой Вячеслав Михайлович Гордеев, что это солист, ведущий, звезда нашего балета, уникальный человек мирового, мировой известности, мирового значения. И, конечно же, это интересно посмотреть в этом городе, Подмосковье, вот этот самый балет. Это, может быть, и будет та зацепка, когда и молодые люди, они немножко приподнимутся. Вот я когда на балет прихожу, я помню, не хватало места в большом, так мы стояли, где-то там стояли, и ты понимаешь, что ты за вот эти три часа балета совершенно не устал, а наоборот, твой позвоночник вытянулся, мышцы напряглись, и тебе хотелось какой-то физической нагрузки, потому что это духовный подъем, твои мышцы реагировали на внутреннее твое состояние. Почему же это, неужели люди этого не понимают, что этот балет необходим московской области? Вот губернатор Воробьев, я понимаю, что он нас сегодня не смотрит, но хорошо бы ему кто-то передал вот это наше состояние. Я тоже частично живу в Подмосковье, поэтому могу называть себя жителем Подмосковья. У меня дача в Подмосковье, недалеко от Пушкина, поэтому я бы... А у меня в Королеве. Вот видите, мы бы с удовольствием сходили бы, я бы даже поехал и в Королеве, если бы туда приехал русский балет. А мы выступали и в Королеве, и в Пушкину. Мы практически выступали по всему Подмосковью. Где в ближайшее время вы собираетесь выступать? Мы недавно выступали в совхозе Ленина, недавно выступали в Подольске, недавно совсем, буквально несколько дней назад мы выступали в городе Сергеев-Посад, за неделю до этого мы выступали в городе Пересвет. То есть мы покрываем Москву нашими выступлениями, но другое дело, что не все театры могут нас принять, потому что бывает, ну, меньше вашего студии сейчас. Это понятно. Совхоз Ленина принял, у них есть такой вы. Совхоз Ленина, да? Да, вы знаете, там все построили. Удивительно, в совхозе Ленина совхоз приехал в балет. Во-первых, это недалеко. Это звучит совхоз. Но тем не менее, там у них абсолютно, в общем, сделано все по хорошим городским стандартам. А что касается, ну, как бы, отношения. Ну, вы знаете, вот с одной стороны, я все время сталкиваюсь с приятным. То есть публика и писем много пишет, и приглашают, и реагируют, когда мы выступаем где-то соответствующим образом. Вы знаете, вот, например, когда мы выезжаем, особенно в Сергиево-Посадский район, где меня знают, там стоит очередь из тех, кто хочет дать цветы артистам. Мы после этого имеем какие-то фотографии в стекле, в рамочках наших балерин или танцовщиков, и они нам дарят это. То есть это практически по всем районам, куда мы приезжаем. Не традиции, а просто любовь. В советские времена так было, ведь за артистами, балетами бегали толпами поклонники. Я вам могу сказать больше. В советские времена я был комсомольцем и осуществлял связь между Большим театром и подмосковными городами. И мы ездили туда с маленькой бригадой артистов Большого театра и выступали по этим сценам. И тогда, конечно, это было, может быть, впервые, но когда я стал руководить ансамблем, который относился в Подмосковье, это стало нашей работой, я обратил внимание на то, что это просто целина непаханная. С того времени изменилось очень многое. Мы, во-первых, продвинули балет очень далеко и глубоко в нашу область, но просто не все люди это понимают. А что нужно? Вот скажите, я так понимаю, что у вас есть возможность работать, разъезжать по Подмосковью. Есть такая возможность, даже если не очень большие сцены, но которые могут принять ваш балет, так вот и радуетесь жизни. Чего не хватает? Я понимаю, что все упирается в деньги. Я вам сейчас скажу. Мы приезжаем, например, у меня есть человек, который ездит и предлагает, мы встречаемся в министерстве и предлагаем директорам клубов, дворцов наши спектакли для того, чтобы они пригласили, чтобы они организовали выступления. И вы знаете, многие директора работают сейчас, думают больше о кассе. Вот вы знаете, они говорят, мы приглашаем даже неизвестную какую-то группу, которая там, вот для молодежи, совсем там для 15-летних или для каких-то. Вот. И говорит, у нас лом стоит, потому что, в общем, приходят, ну, знаете, как, например, Comedy Club сейчас популярен. И вот, например, кого-нибудь пригласят, и они уверены в том, что они могут ставить любые билеты, и они получат хорошие деньги. С балетом несколько сложнее, потому что этим занимаются маленькие девочки или там маленькие мальчики, или любят балет их мамы, папы, которые их привели в балет. Это совсем другая аудитория. Это аудитория, ну, не только более образованная, скажем, и более понимающая культура, но вообще это как бы элита нашего общества. Ну, конечно, на балет нельзя неподготовленным прийти, так же, как в фонсераторию, ты же не пойдешь, ничего не знаешь. Вы знаете, на плохой балет не надо приходить, а на хороший, если даже придешь неподготовленный, тебе понравится, и в следующий раз тоже придешь. Но беда наша в том, что сейчас и Подмосковье тоже обслуживают, то есть такие коллективы или такие группы, на которые смотреть нельзя, не только в Подмосковье, вообще нигде не рассмотреть. К сожалению, так. И это местечковые дела, там, например, директор какого-нибудь клуба, он знает, там, Петрова, он говорит, давай, приезжай. Они выступают под рамкой, под, значит, под нашим названием «Русский балет», снимают деньги, и после этого народ говорит, а что это за «Русский балет» приезжал? Мы такое... То есть и такое бывает, да? Все время, сплошь и ряда. Ну, конечно, раньше вам проще, когда вы были в Думе, то у вас были как бы рычаги воздействия на руководителей Невозможно воздействовать. Нет, этого раньше тоже не было, и воздействовать вообще невозможно. Вы понимаете, сейчас все на самоокупаемости, они говорят нам, вот это интересно, это неинтересно, все. То есть придет зритель, проголосует он своими ногами, или не проголосует? Нет, они не дают этому зрителю проголосовать, они не приглашают просто, и все. Ну, давайте уже от грустного все-таки к радостному. 65 лет, как бы мы ни относились... Это не грустно, это весело. Как бы мы ни относились к этому, и как бы вы ни придумали свой юбилей превратить вот в такое общественное событие, назывался этот вечер «А годы летят». Я вот так подумал, с одной из них так грустно, да. И вот вспомнил этот вечер «А годы летят», ох, как годы... Мы с вами пять лет назад сидели, говорили. Да, такое ощущение, что это было вчера. Представляете, пять лет. Я в шоке. Это с одной стороны грустно, а вот с другой стороны, по китайской философии возраст с 60 до 80 лет... Знаете, как они, китайцы, называют этот возраст? Вот это 20 лет. Желанный возраст. Желанный. Именно в этом возрасте, читали китайцы, приходит умиротворение плоти и обретение мудрости. Теперь я все понял. Представляете? Я думаю, что же мне так нравится жить сейчас. В каком возрасте? Умиротворение плоти и обретение мудрости. Должен вам сказать, что... Ну, так уж мы устроены. Вот предлагаемые обстоятельства, они на нас действуют. Вот сегодня я вас... Ну, действительно, было такое еще вчера. Прошло пять лет. Я вас не узнал. И без лукавства вам говорю, что вы помолодели. И, наверное, слава богу, это, наверное, приходится... Потому что вы сейчас больше репетируете с артистами балета, да? Ну, я не только... Вы знаете, я сейчас приехал, я позанимался с классом сам с утра. Ах, вот, класс. Я занимаюсь. Это физическая нагрузка. Я продолжаю заниматься для того, чтобы соответствовать тем, с кем я работаю. То есть, ну, конечно, я в полной мере не могу соответствовать артистам молодым. Но, тем не менее, хотя бы, чтобы они понимали, что я могу сам показать то, что я хочу видеть у них в исполнении. Вы можете сами показать. Ну, кроме прыжков вращения, конечно, а поддержки, позы, конечно. Ну, а вот в этом вечере вы сами-то выходили на сцену? Я несколько в другом качестве выходил. Вы знаете, этот вечер был необычный. Вот, опять же, возвращаясь. Вы знаете, я понял, что если я сейчас не напрягусь и ничего-нибудь не сделаю такого, то так все и пройдет незаметно. Вы знаете, как с поздравлением. Меня поздравили все первые лица, а вот от области, кстати, и никто и не поздравил с днем рождения. Это было обидно немножко. Так вот, значит, когда в поздними темными осенними вечерами, как писал Чайковский, так вот, я тоже сидел, сидел и думал, что бы такое... И вы знаете, как бывает? Вдруг по телевизору звучит шестая симфония Чайковского. Потом я узнаю, что, оказывается, вот сто лет назад, сто двадцать лет назад в это время умер Петр Ильич. А перед своей смертью он написал шестую симфонию Чайковского. Свою шестую симфонию. И вы понимаете, вот как-то все сложилось. И я стал думать. Я хотел сделать вечер о том, что сейчас к балету и вообще к серьезному искусству не то внимание, что было раньше, во-первых. Во-вторых, вспомнить о тех людях, которые создавали вообще балет, о тех людях, которые создавали традиции в балете, о наших российских, русских, советских артистах и хореографах. И о мировых. И получилось так, что, в общем-то, серьезно о балете услышали благодаря русским сезонам Дягилева. Да. И, конечно, это все было при дворцах сначала французских королей, но вот серьезно как-то балет встал в полный рост, это вот как раз на парижских своих выступлениях. И поэтому я сделал вечер, посвященный не то, что моему творчеству или там, я не знаю, возвеличиванию себя. А чем привлекли внимание зрители, скажите? Вы знаете, вот... Вы вышли в роли Чайковского. Во-первых, нет. Во-первых, я вышел сам собой, но я читал стихи, которые сам написал специально для этого вечера. Они, как мне кажется, очень хорошо легли на ту музыку, которая звучала в зале. Наши зрители увидят это, мы сейчас их интригуем, они увидят этот вечер. И я показал практически фрагменты из всех, ну не из всех, невозможно показать, но из главных спектаклей, которые были созданы когда-то, или созданы в советский период, или созданы вот в современный период. И вспомнил о тех балетмейстерах, которые делали, и вспомнил о тех ушедших артистах балета. И это все собиралось как бы в корону русского балета. То есть, ну, это, если зрители увидят, они все это оценят. То есть это такой уже как бы целостный спектакль получается. Это образ. Это получился, да. Это получился спектакль. Притом, охарактеризовать спектакль, назвать его балетным нельзя, потому что там, во-первых, еще и стихи мои, а может быть, на втором плане, естественно, кроме музыки, Чайковского балета и моих стихов, это еще инсталляция. То есть видео, которое я запускал на большом экране и на маленьком. То есть сейчас это просветительский немножко, потому что сейчас молодежь, она не знает, она не помнит, а вообще порой и не знает тех, кто жил в балете и балетом. И это очень важно. Вы очень хорошее слово произнесли, просветитель. Вот эту просветительскую роль, просветительную, да, правильно, мне кажется, необходимо нести сегодня. А тем более в этом вечере были и Анна Павлова, и Галина Уланова, и Майя Плесецкая. Ну, актеры, которые были в образах. И фотографии были, и фотографии, и видео тоже были. Это очень важно. Вы знаете, мне вообще подумалось, вот у нас на больших каналах любят какие-то такие шоу. Вот в свое время, в советское время, мы все любили фигурное катание. И когда начиналось по телевизору фигурное катание, многие бежали к экранам, смотрели, болели, переживали. Артистов балета, звезд, тогда не было звезд, были ведущие артисты, там, Большого театра, театра и так далее. В общем-то, знали в лицо, вас хорошо знали. Сегодня, говорят, там, звезда Мариинского балета. Мы не знаем, кто это такие. Слышали какие-то фамилии. И мне кажется, вот это очень важный момент. Балет-то ведь не было на наших больших каналах. И вот сейчас вот эти вот массовые такие шоу, повтори там, да. На льду катаются люди, фигурное катание, еще что-то. А вот про балет ни слова. Все поют. Нет, почему? Было такое шоу, Большой балет. Ну, там принимали участие профессиональные люди. Да, конечно. А вот если бы и профессионалы, и полупрофессионалы, а глядишь, как бы это и пошло в массы. Было что-то такое, когда фигуристы вместе с артистами балета делали. Ну, опять-таки, вот было что-то такое, а вот Вячеслав Гордеев не делал этого. А мне кажется, у вас есть такие идеи, которые вы могли бы дать и массово увлечь людей, вот наших, россиян, к тому, что многие из них сказали, что-то, Вадима, как интересно. А молодежь сказала, а я хочу учиться, а я хочу танцевать. Кто-то бы произнес. Мне кажется, это увлекательная задача. Вы знаете, вот сейчас вообще искусство, вот вы сказали про свеческие функции, чтобы искусство несло. Конечно, но сейчас больше развлекательный жанр и в жизни присутствует, и особенно на телевидении. Ну да. И вы понимаете, конечно, отучили людей смотреть серьезное искусство вообще. Вот посмотрите, канал Мяца, например, французский канал. Там в основном идут оперы. Балет тоже бывает, но опера в основном. И инструменталисты. То есть оркестры, солисты. И это идет с утра до вечера. Это не российский канал, у них другая культура. Поэтому давайте отталкиваться от нашего менталитета. У нас сделали канал Культура, и там идут тоже такие же шоу практически, как и на НТВ, на Первом канале. Вы понимаете, ну, наверное, а вот чтобы пробиться на канал Культура, я сейчас не хочу, вот я недавно там выступал в Худсовете. Но вот чтобы показали, например, мой вечер, или это не первый вечер, ведь я каждый юбилей делаю что-нибудь такое. Последний юбилей, на котором я танцевал больше, чем я танцевал, там, премьер у меня было в 55 лет, больше премьер, чем, например, там, за год в Большом театре. Я это все сделал и показал. И это было достойно, потому что, в общем, у меня есть запись, естественно, но не берут они. И вот такие вещи, они, конечно, не то чтобы мне там обидно, не в этом дело, но у нас есть определенные традиции в балете. Молодежь этих традиций не знает, даже те, которые посвятили свою жизнь балету. Мы сейчас проводили конкурс, сначала вот в Москве, я был представителем организационного комитета. Это центральный конкурс мира по балету. И вы знаете, ну, с нашей стороны было недостаточно таких танцовщиков, чтобы вот все шли на первые места. Сейчас проходил конкурс хореографов в Москве. Первый после, там, 20 лет, по-моему, не было. Когда-то у нас был всесоюзный конкурс артистов, балета и хореографов. Вот сейчас мы возрождаем эту традицию. И вы знаете, очень мало было хореографов. Мало хореографов? Мало. А и танцовщиков? Были какие-то талантливые люди? Потому что мне кто-то рассказывал, что в принципе, в целом, очень низкий уровень, застой, катастрофа. Да я не могу так даже сказать, что низкий уровень, нет. Но, вы знаете, когда идет вал, и ты из этого вала выбираешь, это, конечно, сразу говорит о том, что в стране происходит вообще с балетом. А когда это отдельные личности, вот вы говорите насчет звезд. Вы знаете, звезд ведь тоже делают. Звезд делают и репертуар, и сами те театры, в которых они работают. Сейчас получается такая ситуация, что по телевизору их не показывают. Я не помню, когда показывали балеты, только когда были похороны членов Политбюро. Я не помню, когда показывали даже по каналу Культура. Вячеслав Михайлович, чаще смотрите канал Театр. На канале Театр очень часто показывают балеты. У меня нет алкада, я вот собираюсь сейчас даже подключить. Мы вам подарим, подключим, да. Вообще, я вот такую информацию, я думал, ну, может быть, это утка какая-то. Вот из первых уст сейчас от вас мы и услышим. Мне сказали, что у вас есть такие планы вернуться на сцену. Ну, черт возьми, Михаил Барышников, говорят, танцует до сих пор, работает. У нас как-то не очень плохо. Да? Ну, специальную хореографию ему ставят, но это может быть какая-то специальная акция. Ну, во всяком случае, Михаила Барышникова больше, чем... Ему же не 50, как вам. Поэтому... Нет, 30, причем 35, да. 35. Ему на полгода старше меня. Ну, вот он танцует. Я тут еще, у меня есть примеры, но тем не менее. Вот сегодня вы здесь, скажите, а почему действительно вот не поставить такую утопическую... А она, мне кажется, совсем не утопическая. Вы знаете, сейчас у меня вот новая идея. Я хочу поставить спектакль. Может быть, я сейчас кого-то удивлю, тех, кто смотрит нашу передачу. Был спектакль «Иосиф прекрасный», да? Так вот, я хочу поставить спектакль «Иосиф непрекрасный». Непрекрасный. Про Иосифа Сталина. Уже интересно. Вот видите, уже интересно. Вот. И вот там Сталин в определенном возрасте, то есть где-то ближе к моему, вот там, может быть, я и выйду на сцену. Все, передачу можно заканчивать. Вы заинтриговали всех наших зрителей, и теперь все с нетерпением ждут спектакль, балет «Иосиф непрекрасный». Видите, как все просто. Идеи, они вот в воздухе, только руку протяни. Это грандиозная, по-моему, мысль, и она, мне кажется, будет привлекательна для любой возрастной категории зрителей. Это будет в нашем русском балете, на сцене русского балета. И мы сможем посмотреть это в любом городе Подмосковья. Мне кажется, это очень интересная цель, и пусть нас услышит губернатор Московской области. Вот очень интересная фраза, которую я откопал. Она принадлежит вам. Цитата. «Из Большого еще никто не уходил с победой. Даже Григорович, который продержался там больше 30 лет». Поясните мне, что такое с победой. Вы с 1995 по 1997 были руководителем балета Большого театра. Вы ушли с проигрышем как-то, понимаете? Вы знаете, я ведь ушел не потому, что я сам хотел уйти, или так получилось. Нет, просто мне Васильев, который был тогда директором Большого театра, сообщил, там была передача какая-то, он сказал, что нет, я, наверное, с Гордеевым контракт не продлю. И для меня это тоже в определенном смысле было как гром с ясного неба. Потом, через какое-то время, когда мы встречались, мне сказали, что чуть ли он не боялся, что я хочу на его место. Ну, в общем, какой-то бред абсолютный. То есть, понимаете, люди, которые короля делают свита. Вот свита, который делает директора театра, губернатора или какого-то руководителя, она определяет ситуацию. Они могут сделать интригу такую, что первое лицо захочет освободиться от этого человека, потому что он думает, что он собирается что-то сделать или против него, или занять его место. Понимаете, поэтому я считаю, что Большой театр, он сам по себе самодостаточен. Вот это здание, эта история, эта сцена. И туда, это единственное место вообще в Москве, куда люди приходят и редко оттуда уходят сами. Либо они уходят на пенсию, либо их выгоняют. Редко. Сейчас, кстати, к сожалению, стало хуже, потому что в Большой театре стали работать люди, которые пришли туда не ради творчества, не ради этой прекрасной сцены и репертуара, а приходят ради статуса. И потом, работая 10 лет, они понимают, что это им ничего практически сейчас в этой современной жизни не дает, они могут уйти. Редко, но уходят. Так вот, это единственная сцена, откуда, в принципе, сами не уходят. И тогда их стараются вывести на пенсию, если они становятся неугодны. Так произошло и с Юрием Николаевичем тоже. Понимаете, поменялось руководство, поменялась жизнь, поменялись какие-то свиты. Но Юрий Николаевич умудрился каким-то образом вернуться. Ну, Юрий Николаевич, это, понимаете, как вы говорили про «наше все». Юрий Николаевич – «наше все». Потому что кроме него такого репертуара никто не создал. И этот репертуар был уже на сцене Большого театра, его оставалось только восстановить. И когда я был художественным художником, а я ведь пришел сразу после Юрия Николаевича, понимаете, как было трудно. И то, что я работал в русском балете, помогло мне очень. Потому что я смог договориться со всеми. И как бы вот, ведь там были противостоящие стороны какие-то. Они не принимали, например, меня сначала. Кстати, потом все изменилось. Но, тем не менее, мне пришлось со всеми договариваться. И я еще переводил на контрактную систему трупа Большого театра. Вы представляете, что такое? За каждым человеком, особенно в то время, стояли либо поклонники, либо друзья, либо просто конкретные бандиты, любовницы которых работали в Большом театре. У меня были очень интересные ситуации, покруче, чем у Филина. Просто до этого не дошло, слава богу. Но, тем не менее, были ситуации разные. И я нашел из них выход. И себя как бы свое достоинство не понизил. Но и смог договориться со всеми теми заинтересованными сторонами, для того, чтобы Большой театр не провалился тогда, вот в эти выяснения отношений, дрязги, а чтобы он встал на жесткую основу и только рос. И, к сожалению, вот опять же, я говорю, Свита так сделала, что мы с Василием как бы разошлись, вернее, он сделал к этому попытку. И, в принципе, мы с ним как бы потом сошлись уже, когда был 40 лет спектакля «Спартак». Вот тогда говорят, ну почему так большой театр живет? Вот там распри, склоки, что-то там все время происходит такое не очень хорошее. А кто-то мне сказал, ну невозможен такой, вот такой мощный живой организм без таких проблем. Потому что там людям надо выживать. Возможно. Неужели возможно? И там не надо выживать. Это на каком же уровне тогда? Никому там не надо выживать. Там творческие проблемы. Творческие проблемы — это вопрос руководства. Вы понимаете, как создать такие ситуации, чтобы не было никаких склок, интриг. Это нужно руководству просто думать как бы вот загодя. Не то, что он встретился с проблемой ее решать. Нет. Чтобы этой проблемы не допустить. И это важный момент. Я думаю, что Урин сейчас сможет. Он опытный руководитель. Ну а как решить эту проблему? Все должны танцевать? Все должны иметь какие-то роли? Ну почему? Я же был в Большом театре. У меня за год я пришел к Юрию Николаевичу. Я говорю, Юрий Николаевич, ну вот как можно в течение года иметь 9 спектаклей Ромео и Джульетта и больше ничего? Вот 9 месяцев, 9 Ромео и Джульетта. Каждый месяц одно Ромео и Джульетта. Больше ничего. Это мало? Мало. Мы находили выход из ситуации. Я много ездил. Мы тогда с Павлой очень много ездили. Он говорит, ну вы же ездите. Я говорю, да. Я же вам не мешаю. Пожалуйста. Но в театре нужно делать вот эту работу сейчас. И будьте любезны ее делать. А потом жизнь идет по спирали. Она сегодня мало, а завтра может быть очень много. И так оно и бывало. Мы станцевали иногда в неделю 6 спектаклей. Понимаете, что в Большом театре вообще не бывало. Но тем не менее, я должен сказать, что из всякой ситуации есть выход. Вот это не мной сказано. Просто нужно иметь голову для того, чтобы понять эту ситуацию, оценить и сделать так, как только единственный правильный выход из этой ситуации найти. Ну, я с вами согласен. Нет безвыходных ситуаций. И сегодня вы как мудрый человек, вы понимаете, о чем вы говорите. Вот если бы сегодня вам предложили должность, я не знаю, директора. Вот я прочитал, что вы, ну, то, что вы когда назначили Николая Соскоридзе, ректором, исполняющим обязанности ректора Вагановской академии в Петербурге. Вы, как бы, так сомнению подвергли вот это назначение. Почему? Почему Соскоридзе не может быть? Я считаю, что в чужой монастырь со своим уставом, во-первых, входить нельзя. То есть он чужой человек. Он чужой человек. Другое дело, что Соскоридзе талантливый человек. Он много что сделал и хорошо танцевал партии, которые мы поручали. Но, опять же, я считаю, что человек, прежде чем руководить такой большой организацией или таким большим училищем, в которое сейчас вот он вынужден входить и узнавать детали, там, мелочи, без которых нельзя решать эти большие проблемы, должен сначала поруководить чем-то маленьким. Вот, понимаете, я благодарен судьбе, что мне вот довелось руководить сначала маленьким коллективом, 16 всего артистов, классический ансамбль по Московской области. Но благодаря вот этому опыту, когда я пришел в Большой театр, для меня не было проблем никаких. Я думаю, что их не было бы и позже. Так вот, я считаю, что надо начинать с малого. Сразу с большого можно ломать столько дров, а потом. Ведь, вы понимаете, везде в каждом или училище, или театр есть свои традиции. Их надо знать. Их надо ценить и передавать следующему поколению. Он не в традиции. Я вас понимаю. Ну, вот если бы... Я не люблю это слово. Если бы, но тем не менее. Вот, если бы вам сказали, назначили вас директором Большого театра, вы смогли бы? У вас же такой опыт грандиотный. Ну, понимаете, я бы смог, но я сейчас не пойду. Потому что сейчас ситуация несколько другая. Во-первых, мне 65 лет. Сейчас у нас все идет на омоложение. Сейчас даже не важно, что человек из себя представляет. Знаете, при Брежневе, когда был лозунг, там, допустим, 70 лет — это только начало политической деятельности, там, расцвет. Я считаю, что, конечно, в принципе, и в 65 лет можно по-разному выглядеть. Но. И иметь разные знания. Но вот такая у нас сейчас направлена, знаете, на молодежь. Это правильно, наверное. Правильно. Но не всегда вот по тем событиям, которые происходили и в нашем государстве, и в наших театрах, это правильно. Потому что творческие профессии — это несколько другое. Это даже не спорт. Потому что в спорте, например, только молодые должны играть. А вот в балете должны танцевать молодые. А руководить опытные люди, которые много что знают, много что видели. И самое главное — есть чему поучить другим. Сейчас мы должны прерваться ненадолго. Пауза будет короткой. Но мы ее используем для того, чтобы посмотреть уникальные материалы, которые нам предоставил Вячеслав Михайлович Гордеев. Вячеслав Михайлович Гордеев. Вячеслав Михайлович Гордеев. Вячеслав Михайлович Гордеев. Вот есть такой интернет-проект. Он имеет отношение к нашему телеканалу. Мы задаем всем вопрос. Вот когда вы в первый раз пришли в театр? Когда вы в первый раз пришли сознательно, скажем так, в театр? Я пришел в театр в 61-м году, когда открывался Кремлевский дворец съездов. И меня поставили за троном короля Пажиком. И вот когда я пришел в это новое здание, когда как бы в другой мир. Если бы я пришел в Большой театр, это была бы, может быть, совсем другая история. Я пришел в здание, в котором я увидел многое того, что я в жизни до этого не видел. Жидкое мэло, запахи какие-то доселе, раньше не приходилось нюхать. Сцена очень большая, плесецкая на сцене. То есть это было настолько вот все впервые, что я вышел оттуда просто вот какой-то, ну, знаете, такое слово «обалдело». Вот я обалдел. Я просто спать не мог. Я ходил по улицам, я все это вспоминал, и у меня в голове что-то там происходило. А вообще я пришел в театр благодаря тому, что я увидел по телевизору, кстати, спектакль «Ромео Джилет» с Галиной Сергеевной Владом. И я счастлив тем, что практически вот так случилось, что когда я руководил, был художественным руководителем Большого театра, ее не стало, но я работал с ней, и практически я был с ней рядом. И, в общем, многое, что у нас было как бы. Вот сегодня по миру гастролирует огромное количество балетных трупп из России. Ну и, конечно, набор-то там известный. Все танцуют «Лебединое озеро», прочий традиционный репертерон вам хорошо знаком. И все востребованы. Дело в том, что билеты распродаются просто, уходят, когда узнают, что это русский балет приезжает. Вы гастролируете тоже за рубежом, ваш русский балет, да? И хорошо ходят на ваши спектакли там, за рубежом. Вот объясните, в чем феномен? Почему там ходят? А у нас надо вот людей убеждать, чтобы они разрешили вам приехать, чтобы продавались билеты, потому что говорят, ну, не продадутся, никто не пойдет в нашем городе на этот балет. Вот в чем разница? Это уровень культуры, менталитеты разные или что-то другое? Вы знаете, вот в Америке, в Европе, там есть балетные сезоны. Например, три месяца зимой, там осенью, весной. И балетоманы, они знают, когда приедет балет. Что касается названия русский балет, мы это название русский балет в Европе уже 25 лет взращиваем. И вот на наш русский балет, где еще написано руководитель, ну, там пишется у них директор как бы балета, Гордеев, вот на эти выступления приходит 97% зала. Всегда. А что касается других русских балетов, где не написано вот так, не всегда, а иногда и 30%. Я не говорю даже про такие большие театры, которые вот сейчас большие, вот именно большие, там тоже не бывает полного зала. То есть они знают, что это не тот русский балет, и как бы не писали там Russian балет. Это, видите, как интересно. Я не знал. Даже не только в Европе сейчас, а это даже в Китае. Вот сейчас мы три раза в год ездим в Китай. Три раза в год. А вот вы говорили, что используют как-то вот ваш бренд, ваше название, русский балет, и это же ведь преступление, да? Вы можете... А мы по закону не имеем права зарегистрировать вот так русский балет. Не может быть наша торговая марка. Потому что вот русский и балет — это два слова, которые, ну, невозможны. Вот если, например, Иван Иванович Иванов — можно, а вот русский балет — нельзя. То есть, да, есть такие слова, которые, там есть целый список, которые как бы государственные. Да, да, да. А Россия — это вообще нет. И так далее. Ну, а как же вот вы собираетесь жить? Я так понимаю, что помещение пока у вас есть свое, но перспективы довольно смутные. И если уж вы сомневаетесь, как руководитель оставит вас там, потому что, насколько мне известно, сейчас там очень мощно развивается губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Там еще какие-то коллективы. Раньше это был такой культурный центр метро Кузьминки, да, метро Кузьминки. А сегодня что, будет только драматический театр, губернский театр и все? Ну, знаете, я пока еще вообще не понимаю, что происходит, если честно. Потому что, когда привели Сергея Безрукова на представление, то было сказано одно, что, в общем, ничего меняться не будет, все как есть, так и будет. Сейчас, благодаря, наверное, прежде всего не самому Андрею Юрьевичу Воробьеву, а, может быть, в данном случае окружению, создается другая несколько легенда на нашу будущую жизнь. Ну, посмотрим, как будет. Я надеюсь, что все-таки здравый смысл, он, наверное, все-таки возобладает. Потому что, конечно же, в нашей жизни иметь помещение, да еще владеть им всем, да еще его использовать по своему желанию, это хорошо, наверное. Но существуют какие-то традиции, существуют задания у каждого здания, в данном случае государственного, которое относится к Московской области. Это и методическая работа, это конкурсы, это проведение семинаров. Там много было, что запланировано специально для этого здания. Как будет дальше? Ну, не знаю. Каждый новый метловит пособный метет. Какое количество спектаклей сегодня в вашем репертуаре? Вы же репертуарный театр. Вы знаете, у нас они на время так уходят, потом опять... Вот основные спектакли, которые принято считать классикой, они у нас все время в репертуаре. То есть «Жизель», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Щелкунчик» — это вот обычный набор, которые... То есть 7-10 названий, да? Они в работе все время. Нет, у нас есть много спектаклей. У нас, я не знаю, названий сейчас 20-25, наверное. Но просто другое дело, что они так часто не идут в нашем репертуаре. Есть несколько детских спектаклей, «Капелли», «Чаполлино». И мы стараемся это как раз к каникулам, к праздникам восстанавливать, чтобы они шли. А сколько человек в вашей труппе балетной? Ну, официально 60. 60? 60, да. Ну, это солидные трупы. Хотя для балета это... Ну, вы знаете, для балета это маловато. Если принять внимание, что в Большом театре 250 человек, а репертуар-то у нас по названиям одинаковый. Я понимаю, что на нашей сцене в «Кузьминках» 32 лебедя не выпустишь, но 24 желательно все-таки. Поэтому я хотел увеличить труппу на 20 человек. Пока этого не произошло, ну, везде сокращение там. Ну, это как бы жизненные такие. Ну, вы закончили факультет журналистики МГУ, да? Вот вы же журналист, вы же профессиональный журналист. Вы же понимаете, что чтобы вот эти детали узнали люди, от которых зависит, ну, даже вот, ну, скажем так, будущее вашего балета, надо же их информировать обо всем. Вот почему я задаю такие вопросы. Какое количество людей в вашей труппе? Какое количество спектаклей? Зачем это нужно? Почему это? И когда люди понимают, люди здравого смысла, но они не могут сделать так, чтобы закрыть этот театр, который, на мой взгляд, ну, безумно необходим области нашей губернии. И почему действительно, я не знаю, ну, может быть, вам не нравится название? Мне очень нравится. Российский, там, русский губернский балет. Это как-то вот так вот звучит. Нет, ну, губернский театр у нас есть, это будет драматический театр. Мы не претендуем ни в коем случае на это название. Но балет, это балет. Вот единственное, что бы я хотел сказать. Вы знаете, я сегодня разговаривал с очень одним, ну, он и человек воскопоставленный, но и очень умный. И он сказал, он говорит, он говорит, вы понимаете, какие бы драматические театры ни делали сейчас в области, они все равно не перекроют московские театры. И пока есть лидер, например, Безруков, конечно, публика будет ходить. И, конечно, будут какие-то интересные спектакли для публики. Но в Москве все равно по количеству этих лидеров, по количеству тех людей, узнаваемых и медиаличностей, намного больше. И поэтому перекрыть значительность и значимость этих театров будет невозможно. Но если они будут играть там, в Кузьминках, они же должны играть-то везде в Подмосковье, если это губернатские театры. Нет, мы даже сейчас говорим вот о Кузьминках. Вот, но на чем бы область могла оторваться, и действительно это было бы единственное, может быть, и самое главное, это балет, потому что нигде такого нет. И вот это губернатору бы надо сказать. Потому что единственная область, которая имеет свой такой театр большой и, главное, признанная во всем мире, и вот мы сейчас едем, кстати, на Пекинский балетный фестиваль, ни Большой театр, ни Мариинка, ни русский балет едет туда. И мы будем представлять Россию и область в частности. Ну вот видите, вот вы сейчас заговорили об этом, и ваши глаза засветились буквально. У вас есть сегодня возможность встретиться с губернатором Воробьевым? Вот поделиться какими-то своими мыслями об этом? Ну вот, как бы пока не получилось. Я понимаю, что чудес не бывает, но вдруг кто-то сегодня из места вашей бывшей работы смотрит и скажет, ну что же такое, Гордеев так печется, он так хочет, он заслужил это. Но вы знаете, тут ведь вот от этого окружения, про которое я говорил, пошли наоборот в наши стороны упреки, что мы мало выступаем по Московской области. Я говорю, что у нас есть госзадание, которое было продумано теми людьми, которые в балете понимают, и мы его выполняем всегда на 100%, а иногда и перевыполняем. Но это как бы этим людям, ну знаете как, ведь всегда на одну проблему можно посмотреть с двух сторон, заинтересованно или наоборот заинтересованно как бы с минусом. Вячеслав Михайлович, я желаю вам творческих успехов и особенно крепкого здоровья, то, что очень важно, и для творческого человека, для артиста, для хореографа, для руководителя театром. И я думаю, что ваш театр, ну просто обязан греметь и в Москве даже, а уж особенно в Подмосковье. Спасибо вам, что выбрали время и приехали к нам в нашу студию телеканала «Театр». Это был народный артист Советского Союза Вячеслав Гордеев. Наша программа закончилась. Я Александр Мягченков. Всего доброго, до завтра.